Под девизом «Доброе кино» в Москве начал свою работу 17-й благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел». Он учрежден в 2003 году, а с 2007 года получил статус международного. Данный проект является одним из приоритетных мероприятий комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». Кинофестиваль проводится при духовном попечительстве святейшего патриарха Кирилла. Церемония открытия кинофорума прошла в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы на Поклонной горе. Тему продолжит Эльвира Гордеева. Борьба за человеческое в человеке – главный лейтмотив «Лучезарного ангела» этого года. Фестиваль приурочен к Году памяти и славы в России, 75-летию победы в Великой Отечественной войне, столетию со дня рождения народного артиста СССР Сергея Бондарчука и столетнему юбилею режиссера-аниматора Леонида Шварцмана. Открывая кинофорум, сопредседатель и член жюри протеерей Дмитрий Рощин передал участникам и организаторам приветствие святейшего патриарха Кирилла и обратился к присутствующим в зале. «Всем тем, кто пытается делать добро, сегодня очень тяжело. Вот это действительно так. И это не какая-то тяжесть, знаете, такая вот как некая эпидемия, что-то приходит и уходит, а это постоянные тяжелые искушения, тяжелый дискусс. Этот фестиваль, самое главное его достоинство, прям достоинство, большой пункт этого слова, это то, что он дает возможность тем, кто делает это доброе киноте, совершая этот подвиг, быть увиденным, услышанным, что очень сложно в наше время». Для участия в кинофестивале было заявлено 360 фильмов из 22 стран, бывших союзных республик, а также Германии, Ирана, Италии, Румынии, Словакии, США, Франции, Чехии, Швейцарии. Для конкурсной, внеконкурсной и ретроспективной программ жюри отобрало 153 киноленты из 12 стран. В конкурсную программу вошли 82 картины в номинациях «Полнометражное игровое кино», «Короткометражное кино», «Документальное» и «Анимация». Во внеконкурсной программе представлено 46 фильмов. В рамках ретроспективных показов зрители увидят 25 картин. Всего в кинофестивале участвуют 33 дебютных работы. Помимо кинопоказов, зрители будут ждать творческие встречи, увлекательные мастер-классы и другие мероприятия. С приветствием и пожеланиями к участникам кинофорума обратилась председатель попечительского совета комплексной программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России» Светлана Медведева. Ее послание зачитал генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Дмитрий Соловьев. Желаю всем участникам творчественного вдохновения и зрительского признания, гостям ярких впечатлений и погружения в прекрасный притягательный мир киноискусства. Пусть лучезарные ангелы подали всем вам свет, любви, надежды и веры. Фестиваль «Лучезарный ангел» продлится до 7 ноября. Кинопоказы открылись фильмом режиссера Оксаны Карос «Доктор Лиза», посвященным легендарному филантропу Елизавете Петровне Глинке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова